Всех приветствую, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео я хочу показать вам 1 рубль 1921 года. Это первый рубль, который был очеканен после распада Российской империи, и он сохранил в себе все характеристики Николаевского рубля. Монета очеканена из серебра 900-й пробы, масса 23 грамм, диаметр 33,5 мм. Тираж монеты неизвестен. Монеты с данным дизайном очеканились всего 2 года, в 1921 и 1922 году. Причем рубль 22 года является куда более редким и куда более дорогим. Как вы уже могли заметить, наша монетка находится в слабе, в слабе американской грейдинговой компании NGC, которая в данной сфере является безоговорочным мировым лидером. На слабе у нас указан непосредственно сам грейд, это оценка монеты по шкале Шелдона, а также штрих-код и номер, по которому мы можем пробить данную монету в базе данных на сайте NGC. На обратной стороне у нас такая вот переливающаяся голограмма NGC. Поговорим немного о грейде монеты. MS64+, это очень высокий грейд, и плюс означает, что если мы повторно отправим монетку на грейд, то есть вероятность того, что она получит MS65. Для тех, кто не совсем в теме, что такое вообще MS? MS расшифровывается как Mint State, что с английского переводится как состояние монетного двора. Этот грейд могут получить монеты, не находящиеся в обращении или имеющие совсем незначительные следы обихода. Оценка MS колеблется от 60, то есть MS60, до MS70. MS70 получает полностью безупречная монета. Наш экземпляр, кроме вот этой вот небольшой забоинки на канте, особо-то дефектовый не имеет. Монеты отличная сохранность поля, ярчайший штемпельный блеск, легкая золотистая патина, невероятный красивый экземпляр. Я благодарю своего подписчика Александра, который предоставил мне данный экземпляр для обзора. Почему слабы настолько популярны на Западе? В Европе, в Америке коллекционеры предпочитают именно монеты в слабах. Поскольку слаб гарантирует подлинность монеты, если, конечно, речь идет о авторитетной грейдинговой компании, это NGC и также PCJS. Остальные, они уже не настолько котируются на международном рынке. И помимо гарантии подлинности, также предоставляется оценка состояния монеты. То есть, если монета была наполирована, начищена, это все будет указано на слабе. Таким образом, если вы покупаете монету в слабе с грейдом MS, это гарантированно монета подлинная и монета качественная, монета высокой степени сохранности. Конечно, монеты в слабах стоят заметно дороже. Я вам скажу даже больше. Каждая циферка грейда может очень существенно влиять на стоимость. К примеру, такая монета с грейдом MS63 будет стоить порядка 450-500 долларов. MS64 – 550-600. Наша монета 64+, 600-650 долларов. 65 будет стоить около 1000 долларов США. Для сравнения, вот такой вот красивый штемпельный рублик без слаба я продал чуть менее 200 долларов. А вот такой, более яркий, чуть менее 300. А вот рубль 21 года без штемпельного блеска, но с хорошей детализацией, можно приобрести в районе 70-80 долларов. Также хотел бы показать вам проход на Виолите двухнедельной давности, где 1 рубль 21 года был продан более 500 долларов. Друзья, вывод из этого таков, что монеты в идеальном состоянии, они всегда будут востребованы, всегда будут дорожать. То же самое можно сказать о монетах слабых с высокими грейдами. Друзья, я благодарю вас за просмотр. Надеюсь, данный видеосюжет был для вас интересен и, конечно же, полезен. Я желаю вам мира и добра. До свидания.